Не так много. Гантели условные тоже бы сейчас бы уже там где-то с десяточкой тысяч фрагов гулял. Евгений любит Петров у нас отыгрывать. Паблички. Так, ну а мы поехали. Мы поехали, мы начинаем действительно карта, которая может как и поставить точку в этом противостоянии, так и поставить многоточие, потому что тогда все будет решаться на третий решающий, если Пайвчейнзе здесь обыграет своего грозного оппонента в лице апрайзинг. Ну поехали. Милости на девятке. Нанса Кипс играют на обороне мидда, в случае аркада будут его встречать. Ну а плюс на раскидках. Полетел первый дым на миддл, я так понимаю, сюда он куда-то должен упасть. Ну да, Пайвчейнзе сейчас залетает сразу же на то, чтобы закрыть обзор с миддом, но тем не менее, я думаю, вакуумы это навряд ли как-то остановит. Он и под эти смоки может сыграть на аркаду. Но в принципе сейчас апрайзинги избирают для себя довольно аккуратный стиль игры. Они правильно делают, стоят и ждут. От реполса даблкил, вакуум тем временем закрывает здесь шугера. Еще и хаешка от реполса под нанс, реполс уже триплкил находит. Но и милости остался один, бедняга, просто зажат, по нему есть информация. Ну и сколько фрагов он может найти, нисколько вакуум, просто там прошив принимает своего соперника. Первый же раунд отправляется к апрайзинам в копилку. Да, ну вот теперь мне интересно, 5-чейнс начнут ли сразу этот следующий раунд быстро, потому что поняли, что медленно здесь команда апрайзинга принимает очень хорошо. Ну, выход под мидл имеется, под мидл имеется, но укрепятся ли на нем ребята из команды 5-чейнс пока непонятно. Хаешки прилетели из-под первого и второго этажа. Плюс вылетает на мидл, плюс хорошо, первый фраг по вакууму имеется. Хентай размет неплохой, так что плюсу дает. А Никитрон здесь, конечно, погибает от шугара, здесь и кипс уже на первый этаж подходит. Ой-ой-ой, ну здесь опорник репоуз должен делать очень много грязи, ну и первого закрыл, а вот по-второму здесь информации не было, оставил его Раду. Игрокоманды 5-чейнс, 3-3. Но пока что ситуация на равных, так что можно продолжать смотреть, можно продолжать бороться. Но вот репоуз и драйв, конечно, очень биты. Хентай принимает кипса, отличный минус, а там уже и нансы были готовы. Принимать, как только открылся на мидл, сразу же по нему прострел полетел. Репоуз с четырьмя хп пытается еще как-то выжить и дать какую-то хелпу своей команде, еще нарейдить соперника, возможно, и убить. Но вот у драйва сейчас на б-сайте будут явно неприятности, он еще и открывается под зеленые щи. Но ладно, вроде как поймал удачный тайминг для себя, но мне кажется, должны будут его чекать. Его чекают, но драйв все-таки выходит победителем с перестрелкой против шугара, а талия нанса добивает. Ну вот репоуз, что будете делать? Репоуз должен, по идее, встать в закрытую, желательно даже вот сюда как-то встать. Но репоуз, в принципе, эту позицию занимает. Да, на чеку у нанса, нанса идет, его перестреливает, 18 хп против ста у хентая. Но теперь только на голову. А здесь уже на голову не поиграешь, потому что хентай вылетает железом. Ну и вот только вот таким припайером по голове можно попасть. Но здесь кресы в упоре, не единственного шанса для нанса, ну разве что первым патроном в голову. Атака 2-0, USG идут пока что по заранее предначертанному счету для себя. В принципе, оборона здесь должна забирать пятеру 100% и отдавать желательно минимум раунд-2, не больше. Но посмотрим от Никедрона. Аркада уже есть, минус фраг по девятке. Ну, хаешка хорошая прилетает, но тут уже и ваг включается, поэтому лоу хп Никедрона. Здесь, в принципе, ни о чем нам не говорит. Ну что, продолжается перестрелка, пытаются до верхнего кп еще добраться. Но вакуум поквитался здесь с нанса, есть минус. Милости, даблкил, неплохо, но он остался один в три. 85% здоровья, там уже аркада отриползается, имеется драйв, закрывает выход на площадь. Так что милости далеко не уйти. Длина тоже закрыта и, по сути, сейчас ему надо искать фраги, ему надо пытаться отключить еще нескольких оппонентов. Но реполз открывается с девятки, находится таки своего оппонента, есть минус. И три раунда к ряду ставят для себя апрайзинги. Это уже критическая отметка для команды 5Chains. Они выбывают на тактическую паузу. Надо что-то с этим решать. Ну, сыграть на агрессии, сказать на контрагрессии хотел, но так нельзя просто сказать. Здесь нету как таковой агрессии со стороны апрайзингов. По первому таймингу они просто сидят на своих позициях. И там уже, когда открываются 5Chains, они со своих точек спокойно отстреливают. То есть здесь взвинтить темп, не знаю, чем это поможет. Может быть, если они взвинтят темп и полетят вперед, там, на миддл и просто будут толпой пытаться давить соперника, может быть, им это поможет. Но пока что именно страта отстрела по первым таймингам, с самого начала раунда, она не работает. Ну что, возможно, маленькая тактическая пауза поможет команде 5Chains сейчас с реабилитацией на этой карте, пока дела действительно идут. Но, мягко говоря, паршиво. Мягко говоря, паршиво. Так, может быть, все еще и изменится. Сразу же выход под миддл немедлительно. Абсолютно немедлительно. 5Chains это делают. Ну и полетели смоки на 3 и будут, наверное, стараться первый и второй этаж оккупировать. Но здесь Никедрон. И Никедрон погибает моментально. Репоуз находит размину. Репоузы здесь не забирают. Да ладно, репоуз минус 3. Но там уже должен приходить милости. Ставить точку по репоузу. Но репоуз живет, живет. Да ладно, репоуз! Квадрый килл еще из глокадал. Что ты будешь делать? Ну там зажимает уже просто Нанса. Нанса пытается боевать здесь просто на 360 по всем сторонам. Но он нашел один фраг. 17 хп. Вытянет ли? Неизвестно. Но Нанса. Нанса проходит. Проходит спокойно на Б-сайт. 17 хп. Повторюсь опять же. Ну и Хентай должен его чекнуть. Да, все, по нему есть информация. Откидывает ХЕшки. Под эти ХЕшки скорее всего попытается пикнуть. Но здесь вторая ХЕшка залетает просто неудачно. Ну и по Нанса есть вся необходимая инфа. И там уже к Хентаю смещение пошло от драйва. А Нанса тем временем через пески может уйти на мид и закрыт СВА. Закрыть СВА ему там не получится. Там уже нужно тогда ставить бомбу. Будет если он уйдет и там уже он точно нигде не закроется. Потому что драйв под железом играет. Да, и посмотрим как Нанса сейчас попробует выйти. Но выходит он на пятый раунд на этой карте. 4-0 апрайзинг. И вообще никаких проблем не испытывают. Ну и закончат ли 5-0? Здесь уже на самом деле вопрос чести. И вопрос наверное скорее принципиальный для команды апрайзинг. Здесь не отдать ни одного раунда сопернику. И просто уже в относительно легкой форме играть в Аталь. То есть не исключена вероятность того, что и 5-чейнзы могут не отдать ни одного раунда в обороне. Но когда ты играешь уже в анти преимуществе. Точнее ты догоняющий. И тебе нужно 5 раундов подряд брать. Это накладывает на тебя определенную долю ответственности. И вот от драйва с репоузом и три фраги. Хентай должен был закрывать плюс. А должен был, обязан был. Но и милости тем не менее. Остается в 1-4. Ну и здесь для этого парня я думаю первая половина также подходит к своему логическому завершению. Ну что милости. Давай. Только ты можешь спасти ситуацию в этом раунде для своей команды. Но репоуз говорит нам об обратном. Есть минус. Но первая половина крайне крушительная со стороны апрайзингов. И если на смене сторон сейчас ничего не покажут игроки команды 5-Chains, то, увы и ах, вторая карта отправится в актив команды апрайзинг. Ну конечно, к сожалению, для болельщиков команды 5-Chains, для самих игроков. Но проблемы действительно есть. И надо их решать пока что. Не знаю вообще, каким образом. Каким образом. Образом, наверное, бесстрашие. Посмотрим. Может быть здесь как-то полетят. Сейчас сами тоже 5-Chains будут играть агрессивно на middle. Кто знает. Или же это все-таки более такой оборонительный стиль обороны. Как бы это оптологически не звучало. Но все-таки есть два стиля. Более такой атакующий и более оборонительный. Но есть, конечно, еще такой смежный относительно. Играть в упоре 1-2 этаж. Что сейчас, в принципе, и делает команда 5-Chains. И принимать своего соперника. Ну а парадики не торопятся так. Они понимают, что у них 5 раундов фор. И они могут за фокапить 4, выиграть 1. И, в принципе, это подарит им победу. Ну, посмотрим. Пока что смотрим. Ну что. Выход. Выход будет у нас сейчас под кафе или нет. Но команда 5-Chains, она играет сейчас, в принципе, по той же страте, что и Апрайзинг. Они просто закрывают выход мида. Под кафе идет перестрелка. Ну и закрывает, соответственно, и выход ланга. Апрайзинги же сейчас, они не пытаются сразу же бросить себя в перестрелку. Да, где-то они выйдут на чек. Но вот сейчас вакуум пытался добраться до Нанса. Он его нарейдил. Он просто пытался уже закончить. Начатое. Но у него не удалось. Там еще и Нанса выходит на пиксель и ставит пачку по реполсу. Раунд, конечно, начинается очень печально для команды Апрайзинг. Но и куда же будет смещение в дальнейшем с стороны этих ребят. 5-Chains делают все правильно. Молодцы. Просто нашли по фрагу. Ушли дальше вглубь своих плейнтов. Никто лишний раз не открывается. Никаких проблем здесь для них нет. Но и Хентай вместе с Никидроном, скорее всего, попытаются что-то придумать под бетой. Но пока что там слишком много игроков команды соперника. Их могут просто раздавить. И здесь по плюсу есть информация у Хентая. Но наверняка попробуют сюда при паером выходить. Да, есть минус. И здесь, на самом деле, втроем можно было бы закрывать бетой плейнт. Убить кипса и милости. И закрывать уже прям-таки сразу карту. Ну что, шупер. Пикает Аплэнт. Неплохо. Минус по Хентаю. Но здесь уже 2 в 4. Ну вот, если бы втроем под б пошли, я думаю, шансов было бы больше, нежели вот так вот порозинить. Кишка, пески и так далее. Ну вот кипса здесь еще, может, и найдет. Да, Никидрон. Но здесь уже с боковой приходит к нему товарищ милости и дарит раунд своей команде. 5-1. Но начало положено. Начало положено уже неплохо. Поехали смотреть за продолжением. Но надо пятерку. Уже 5 раундов взяли для себя игроки команды Абрайзинг. Надо пятерку также ставить для себя игрокам команды 5-Chains. Уже 4 раунда надо. Но Абрайзинг, я думаю, по предыдущему раунду как раз-таки поставили для себя определенные галочки. Где была ошибка, почему прогорели и почему только двое игроков нашли по фрагу. Но и смещение имеется от костяка команды Абрайзинг как раз-таки на лонг. И, скорее всего, попытка будет открыться на милости. Милости сразу же дает информацию и просто отходит под зеленые щи. Но теперь самое главное, чтобы подмога не запоздала. Так, ну а здесь готовится выход на лонг. Милости у нас будет принимать вместе с плюсом Б-Плэнд. Ну и хаешечки бы на самом деле на боковую было бы неплохо откинуть команде Абрайзинг на всякий случай. А как мы видим, милости занимает Плэнд. Плюс играл под грибами, но уже ушел. И здесь плюса должны давить. Мой прошу прощения, милости. Но он пока же делает фраг. Ну а там уже и драйвские там врываются. И плюс остается один на Б-Плэнту. Ну что же. Ну а они с Шугаром вдвоем может что-то и придумают. Но и не в этом раунде. Эта победа в любом случае за командой Абрайзинг уже 2-0 по картам. Но итоговый счет нам по-прежнему неизвестен. Но разносит, разносит сейчас по этому матчу просто игроки команды Абрайзинг. Действительно, буля в пустыне у них заходит очень неплохо. Даже если сейчас последующие 4 раунда отдают, то здесь особо огорчаться не придется этим ребятам. Хаешка. Нет, это не Хаешка была, прошу прощения. Там плюс под Хаешку вышел на аркаду. Есть минус. И Шугар добирается еще и до драйва. Размен булотники дрона. Но здесь уже просто пайчейцы опять же полетели вперед. Они летят разносить все и вся на своем пути. Но и раунд был отыгран. Опять же за несколько секунд. Но уже все проиграно. Да, но здесь видишь, опять же, вот эта агрессивная игра начинается в тот момент, когда тебе нечего терять и ты уже ничего не боишься. То есть командам, очень многим командам надо учиться играть во многом рискованно. Рискованно, да, зачастую бывает риск не оправдан, но тем не менее. Тем не менее, играть надо уметь рискованно. Потому что зачастую это наоборот приносит свои дивиденды. 3-1 на второй половине за командой 5-чейнс. И ну вот хотя бы ради приличия еще двоечку подряд забрать, но вот 5-1 выиграть эту половину. Я думаю, в принципе, о празднике здесь уже не особо-то и готовы стараться. Может быть, самим тоже побегать, попушить, постреляться. Но тем временем плюс. По первому же таймингу добирается до драйва. Минус, вакуум, закрывает спокойно плюса в ответ. Но и теперь ситуация 4-4. Поджим все так же идет. И Нанса добирается до вакуума. Хентай попытается дать размен сейчас. Но дропнуться можно попробовать под площадь, где находятся Хипс и Шукар на данный момент. Но Нанса это просто так не позволит сделать. А вот апрайзинги просто зажаты. Можно выйти через мидл. Да, просто через арку ворваться. Но там Хипс на сейве. Есть минус. Но и площадь закрыта. Кафе закрыто. Лонг уже в поджиме от милости. Никедрон и Реполс пытаются еще спасти ситуацию. Вот Никедрон находит голову Шугара. Но это 3-2. В принципе, посильно. В принципе, посильно. Но Реполс очень битый. 6 хп. Да, поэтому здесь основа возлагается на Никедрона. Поэтому он должен идти искать фрагин. Там милости уже в упоре на ланге сидит. Никедрона, я думаю, в принципе, ожидает, наверное. Да, он уже теперь получает информацию. Вот этим Реполсом по Реполсу. Реполс нашел минус. И Нанса разменялся. Да, и Кипс там пошел-пошел в спину. Ну что же, братья. Братья-братья. Кипс и Нанса будут играть вдвоем в попытке перестрелять Никедрона. Но у Никедрона, насколько я понимаю, еще много парных патронов. Точнее, в парных кресах. Сейчас мы убедимся в этом лишний раз. Да, 48. 48 патронов. Это более чем предостаточно на двух соперников. Да и на трех тоже. Ну и посмотрим, как сейчас Никедрон играет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, позиция-то неплохая. Но вот ошибка от 5-6, потому что они играют в одной позиции. Ну что, Никедрон, собирать урожай пора. Есть первый и до второго дойдет или нет. Но тут уже просто можно играть на таймер. Но все-таки пошел стреляться. Нанса ставит по нему хэдшот. И очередной раунд для себя забирает игроки команды 5-Chains. Ну что, один раунд отделяется сейчас от завершения этой карты. Ну и в соответствии далее отправятся отдыхать. А вот у команды Апрайзинг еще будет очень жаркий матч. Против команды АО-Икзе. Там придется попотеть изрядно. Но опять же, пойдет отстрел девятки на данный момент. От Кентая опен враг. Но здесь уже просто на хэшках пошли игроки команды 5-Chains. Минус 3 с хэш. Замечательно. Так, ну что, милости на длине. Закроет ли Никедрон? Нет, Никедрон прорывается все-таки через лонг. И он остается опять же один. На этот раз подвожу против трех соперников, а не двух. Ну и Кип здесь ставит точку. 5-1. Неплохо сыграли 5-Chains эту карту. Неплохо, но проиграли в итоге 6-5. Гиганты.